Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу сделать такой небольшой домашний влог и рассказать вам кое-что, что я обещала давно. И показать, в общем-то, что я делаю, когда у меня есть свободное время, как я занимаюсь разбором вещей в своей квартире. Дело я люблю. И сегодня я так пробежалась по квартире. При том, что в квартире нет большого количества вещей, и я регулярно это делаю, все равно периодически что-то такое находится. Давайте покажу, что я обнаружила. Я занимаюсь расхламлением своей квартиры. Смотрите, если походить по квартире и поискать в разных-разных уголочках затаянных, оказывается, много всего не нужно. Регулярно разбираю на кухне полотенца, и в итоге все равно нахожу вот такие вот застиранные какие-то чистенькие, любимые, но ужасного вида. Поэтому избавляюсь от этого без сожаления. Пора уже использовать новые. В Икее очень много купили нового. Обгрызли нам дети несколько вот таких вот подставок. Не понимаю, почему до сих пор мы их не выбросили. Так они у нас и стоят. Уже купили набор новых. Это пробчатые такие подставочки. Наверное, вы видели из Икеи тоже. Так что выбрасываем эту. Нахожу вот такие вот кружки. Нечаянно они то ли в посудомойке бьются, то ли мы их так неаккуратно ставим. И вот вроде кружка была довольно новая и любимая, но, к сожалению, до свидания, кружка, до свидания. Не буду я такие оставлять. Одежда, которую я никак не могу отстирать. По какой-то причине на красивой, хорошей кофточке. Но вот такое пятно. И никакие современные порошки ее не берут. Все, без сожаления, избавляюсь. Не могу больше устала отстирывать. Спортивные брюки, которые просто порвались или протерлись. Так я не поняла, в общем, что с ними случилось. Короче говоря, тоже избавляюсь. Ничего зашивать у меня нет ни сил, ни времени. Периодически находятся какие-то вот такие вот запчасти от животных. Даже не знаю, как назвать. Но, в общем, в итоге это все пристегивающиеся всякие украшения на зимние куртки, которые у нас никто не носит. Хотя они натуральные. Но, в общем, снимает у меня дочка все эти с капюшонов штуки и носит без них. Поэтому избавляюсь от этого енота. Даже не знаю, кто это. Ручки с кухни. Стоит у нас там такой стаканчик. Как вы видите, все я их пересмотрела, перепробовала. И те, которые хорошо пишут и культурно выглядят, я оставила. Ну, а те, которые нужно менять какие-то там стержни, или они не очень хорошо пишут, без сожаления выбрасываю всю вот эту кучу. Ну, и также карандаши, которые не заточены. Естественно, сейчас буду их затачивать. Часто нам пригождаются они на кухне. Дети приходят рисовать. Мы что-то записываем. В общем, чтобы вот в таком состоянии они не были. Как часто мы используем приправы? И сколько нам их нужно? Посмотрите, какая коробка. Я долго ждала, когда же я буду их использовать. Ну, может быть, вот эту. Ну, может быть, вот эту. Но нет. И, кстати, многие из них новые. Стоят они абсолютно без дела. Вот такие вот приправы для узбекского плова. Дело все в том, что в них есть зира. Мой муж не любит зиру. Пумин – это та же самая зира, только в семечках. Какие-то баночки, о которых я, вот видите, спать моих любимых витаминов, писала, что-то сюда насыпала. Сейчас тоже вижу, что все это не используют, маги, вообще кошмар какой-то, нужно выбросить. Вот такие вот какие-то приправы. Никакие супы мы из пакетиков не варим, поэтому пусть едят те, кому это нужно. Я поставлю это все вниз, в подъезд на первый этаж, на сохраняемый дом, поэтому нам разрешается ставить какие-то вещи, которые нам не нужны. И дальше уже люди разбирают, решают, нужно ли это. Вот тоже уже там ничего практически не осталось, стоит коробка. По какой причине у нас столько корицы, я так и не поняла. То ли мама ее купила случайно в таком количестве, то ли мы, я не знаю. Но столько корицы мне не нужно. То же самое с гвоздикой, использую я ее крайне редко. Кому нужно, пускай забираю. И я не пеку сама, случайно перепутала, думала, что это сахарная пудра. Выглядели они одинаково, это бренд Ашан, поэтому случайно дрожжей столько нам точно не нужно. Так что вся вот эта вот огромная коробка сейчас отправляется на первый этаж подъезда. Все приправы свои сейчас я заказываю только на iHerb фактически. Но меня оставила я какое-то количество из того, что было вот в этой коробке. Но сейчас вот это все удаляется. Следующая коробка, как вы видите, ну тут в основном имеет отношение к косметике. Краска, не знаю сколько она уже лежит, какой-то спонжик. Вот тоже ищите вот такие вот вещи, которыми вы не пользуетесь. Вот такого вот вида обгрызанного, не знаю, что с ними произошло, эти насадки на бигуди тоже убираю. Вот шелак, который испортил мне абсолютно все ногти, из-за которых я сейчас очень долго мучаюсь, лечу, блюскай. Здесь просто его довольно много. И топовые покрытия, и финальные покрытия, и базы цветные. Тоже все это поставлю на первый этаж. Не знаю, не пользуюсь, может быть, тогда заберет кто-то, кто будет пользоваться. Матирующие салфетки, он Mary Kay. Спонжики не пользуюсь, но вот они все чистенькие новые, поэтому пускай забирают кому нужные. Тут тоже сплошные спонжики. Вот вещи для педикюра. В общем, тут просто целая коробка. И в общем, цветные резинки, как вы понимаете, мы такие не носим. Избавляюсь от целой стопки вот таких журналов. Их очень много. Показываю вам просто два, может быть, какие-то вкладыши, которые выдавали, когда я приобретала белье вот в интимии семья. Журналы, стопки бумаг. Ну и, конечно же, фильмы, которые я не буду уже сейчас смотреть, тоже от них избавляюсь. Просто в шоке. Вы посмотрите, сколько учебников мы сейчас тоже будем относить на первый этаж. Если кому-то будет нужно, соответственно, их заберут. Просто три огромные неподъемные сумки. И каждый год, как вы знаете, учебники пересдаются и очень-очень быстро устаревают. Поэтому каждый раз приходится приобретать новый комплект. Не знаю, может быть, кому-то пригодится. Но нам они уже не нужны. Сегодня я работала, и потом жуткий какой-то голод на меня нападает. Видимо, ну, энергию просто отдаю свою. И хочется ужасно кушать. Я приготовила себе такой обед, ужин, даже не знаю. Ну вот, на самом деле, сейчас сколько? Сейчас 4 часа. Уже света никакого нет. Уже я включила освещение полное в квартире. Вот такая у меня красота, композиция такая. Я очень люблю свечи. Я зажигаю просто для самой себя. Ой, одна уже погасла, пока я вам показывала. И я приготовила себе кое-что, потому что я нахожусь сейчас одна, дома, все на работе, в школе, в колледже. Вот такой у меня сегодня ужин. Это индейка, кстати говоря, кому не хочется отбивать, а я не люблю громкие звуки, терпеть не могу. Видите, я ее просто режу вот так вот полосочками. Делаю такую, как будто бы сеточку из-под гриля. И обжариваю подсолнечным, нет, в оливковом. В оливковом сегодня жарила масло. Просто редиско поливаю оливковым маслом. И сегодня использовала мои любимейшие приправы. Это Simply Organic. Приобретаю их на iHerb. Это куркума. Перемолотый сильный чеснок. И он оставляет аромат только на блюде, но потом от вас чесноком не пахнет. Это очень здорово. Бюджетные приправы. Смотрите, какие удобные упаковки. Но я вам, в принципе, уже показывала. Всегда есть сроки годности. Вот так они выглядят. Видите, крышечки здесь можно открыть большое отделение. Ну, у меня достаточно вот этих мелких. Кстати, цвет очень люблю. Куркумы. И вот эта необычная такая вот, кто не пробовал, интересная очень. Смоки паприка. Это такая копченая паприка. Она дает, знаете, какой аромат? Как будто бы ваши блюда копченые. То есть, действительно, натурально. Это продукт абсолютно. Паприка, которую подкоптили. И вот такой сильный-сильный аромат копчености она дает. Я не каждый раз его использую. Но вот сегодня использовала на мясо. Такой аромат придает. Очень интересный. Ну, и вот такое вот масло для того, чтобы поливать салат. Сегодня мне захотелось красного вина. Бывает это крайне редко. Может быть, раз в месяц вот столько всего лишь я выпиваю. Но, честно говоря, просто больше даже не хочется. Вот такая вкуснятина. Сижу тут, видите, в уголочке на подушечках, которые вам ужасно нравятся. С котиками. И заказывали мы эти подушки на Алиэкспресс, пока нам не закрыли камки. Ну, в общем, я эту печальную историю вам уже рассказывала. Буду пить свое вино раз в месяц, да? Хотя бы, но можно. А иногда, вы знаете, это вино у нас настолько долго стоит, что я просто дальше уже боюсь его пить. Но мы мало очень пьем, я говорю. И тогда я использую его просто в качестве уксуса, маринада. В мясные какие-то блюда, замачиваю в нем белое, красное, неважно. Крепленое, не крепленое. Крепленое у нас и не бывает. Сухое. В основном сухое или шампанское. Да, вот так, ну, мало пьем. Вот я, смотрите, уже 2-3 глотка сделала, и мне уже больше не хочется. Ну, у меня просто такая еще реактивная система. У меня сразу начинает болеть голова, если я выпью, например, полный бокал, мигрень. Поэтому я, наверное, уже напиваюсь в 2 глотка, и все, больше мне как-то не очень хочется. Еще обещала вам показать отзыв профессионального косметолога и массажиста о косметике Шоконад. Вот именно той линейки, которая предназначена для массажа. Смотрите. Татьяна, теперь ваше мнение, пожалуйста. Вот сейчас мы сделали массаж, давайте ваше мнение по поводу вот этого крема. Запах восхитительный. Специалист говорит, что запах у вас, ребята, восхитительный. Это настоящий шоколад, его хочется съесть, потому что он на самом деле очень-очень вкусный. Вот вы бы купили сами такое для своих пациентов, хотела сказать, клиентов? Ощущение, значит, если взять, да, вот это у нас все, вот это количество ушло полностью на тело. То есть здесь не больше столовой ложки, даже меньше. То есть оно очень-очень меньше. Смотрите, ребята, получается, что его нужно очень немного. Здесь меньше столовой ложки, но на мое большое, скажем так, не маленькое тело. Да, полностью мы делали массаж лечебно-профилактический полтора часа. То есть на полтора часа массажа ушло такое количество. Почему у меня такое ощущение, что тепло? Ну, он разогревающий, да, состав здесь очень хороший. То есть здесь что у нас? Масло какао, масло ши, жужоба, зародыши пшеницы, льна, пальмы, персика, абрикоса, какао тёртый, экстракта какао, аира, хвоща ламинарии, красного перца, зелёного кофе, перечные мяты, прополиса, скипидар живичный. А, вот это вот скипидар, наверное, греет, да? Скипидар, плюс здесь есть красный перец. Ну да, всё вместе даёт ощущение тепла. Тепло просто такое ровное. Подобрано такое количество, которое оптимально создаёт ощущение тепла. Ламинария очень хорошо, да, у нас как и лимфодренажный и жиросжигающий эффект. Ну и вообще масло ши, значит, консистенция, консистенция, вот я уже немножко попробовала, очень хорошая, то есть он хорошо очень плавится, да, в руках, не оставляет комочков. Бывает, что иногда... Это важно, да, чтобы комков не было? Да, иногда масло твёрдое, да, покупаешь, оно оставляет комков, комки. Их надо долго разогревать в руках. Иногда не все комки расплавляются, что очень неприятно на теле у пациента. Вот это важно, да, почему? Напитывается очень хорошо, вот, то есть оно в меру жирное, да, как нужно, и при этом пластичное. То есть скользит очень хорошо и создаётся хорошее трение. То есть можно складочку схватить спокойно и её пропустить, да, ну как-то вот, перекатить, скажем так. То есть вам удобно, да, хвататься? Да, можно даже пощипать. То есть вот сейчас я понимаю, почему косметологам нравится, да, вот это всё, пользоваться? Да, хорошо. Шелковистая кожа становится, бархатистая. В принципе, после массажа, если посмотреть вторую руку, ну, эффекта масла, жира здесь нет. Да, вот всё впиталось, получается. То есть если делать маслом массаж, то масло многие смывают. А, то есть потом делают, после душ, да, принимают, а у меня нет желания принять душ сейчас. Да, здесь всё впиталось, очень комфортно, не требует нанесения дополнительно какого-то крема. Да, сейчас не хочется уже ничем пользоваться. Вот, и очень хороший разогревающий эффект, то есть рука у нас разогрелась, появилась гиперэмия небольшая, да, ну, во-первых, от воздействия такого механического, плюс, конечно, и действия состава. То есть советуете профессионалам, да, по крайней мере? Ну, я думаю, да. А вот если дома, например, как самим применять, это и будет иметь смысл? Если брать, ну, конечно. С массажем самому делать, с щёточкой или как лучше? Дома можно после душа также растирать, ну, допустим, как крем, также можно с водичкой растирать и на мокрое тело. А, на влажную кожу. На влажную кожу слегка наносить, чтобы было увлажнение. Конечно, всё в комплексе нужно, конечно, это и питание, и водичка, водичку надо пить. Ну, и спорт, хорошее настроение, и для хорошего настроения прекрасный крем. Аромат, аромат. Да, аромат шикарный. Танечка, спасибо огромное, потому что важно было понять мнение профессионала. Не просто моё, то, что мне нравится, аромат и всё, да? Как обычному потребителю, а именно мнение профессионала. И я думаю, цена... Как это, насколько это удобно в руках? Цена более, чем приемлемая. Цена, качество, очень аналоги, допустим... Сколько стоит вот такой вот примерно, вот такой объём зарубежного производителя? Ну, я думаю, не меньше двух-трёх тысяч. Серьёзно? Хорошего качества. Слушай, это здорово, знаешь, мы что-то полезное нашли с вами, да? Ну, здорово. То есть Новосибирск, молодцы! Ура, молодцы! Новосибирск, привет! Спасибо вам, ребята! Очень довольны, спасибо вам. Спасибо огромное. Вашей продукции. Спасибо. И специалисту косметика понравилась. Я думаю, вы уже поняли. Это аромат, она говорит, потрясающий. Цена очень выгодная. Оказалось, что она смотрела по стоимости на сайте. Она сказала, что это очень-очень выгодно. Что хотела вам порекомендовать? Некоторое время я уже пользуюсь средством от Estee Lauder. Это такой крем для умывания. Кто-то, мне кажется, перепутали. Вы мне писали, что вам он высушил кожу. Этого быть не может, потому что это именно крем, который оставляет после себя такую вот немножко жирненькую пленочку на лице. Это для экстра сухой кожи. А знаете, как я приноровилась им пользоваться? Во-первых, на влажную кожу, естественно. Я буквально чуть-чуть наношу. Да, вот этот бутылек, кстати говоря, я не держу в туалетной комнате. Вы написали мне, что он довольно быстро портится, потому что вот такая кремообразная текстура. Хватает ее надолго. Она очень такая экономичная. Покупала я его на распродаже за 1000 рублей в Литуале. Немного положила этого крема в баночку из-под крема Клиник. All about ice rich. Такие вот они маленькие, удобные. И оставила в туалетной комнате. Остальное убираю в холодильник. А что я могу вам сказать? Да, мне нравится это как утреннее умывание, когда я не нуждаюсь в каком-то таком сильном пенящем средстве. Да, я, конечно, сильный такой мощный уход наношу на ночь. Довольно жирный, потому что кожа у меня в основном сухая. Мне не требуется какой-то пенки, потому что я еще не хочу высушивать свое лицо. И не сразу у меня есть время утром нанести какой-то уход. Хотя, знаете, как я сделала? Вот такой вот мой секрет. Женский, чтобы не забывать и как бы все успевать утром. У меня бывает очень немного времени, потому что я раньше всех стою, делаю для всех завтрак, помогаю всем собраться, потому что все сонные, ужасные. Действительно, ну, у них больше работы, чем у меня. Ну, так, откровенно говоря, потому что дочка просто с утра до ночи в колледже. Ей ездить очень далеко, час туда, час обратно. Иногда бывает даже больше, полтора часа. Вот. А муж, конечно, я вам рассказывала, как он работает, просто до ночи. Тут у меня царапина. Я так чешусь, как кошка. Он может называть меня кошкой. Ужас. Я встаю в шесть, и даже бывает и раньше, чтобы успеть их помочь им собраться, приготовить какой-то вкусный завтрак. Ну, просто, чтобы хорошее у них настроение хотя бы было в течение тяжелого рабочего дня, чтобы было хотя бы хорошее настроение. И тогда я просто, знаете, что делаю? Я умываюсь вот этим средством. И с помощью влажного полотенчика, такого вот, который я вам показывала, такие целлюлозные полотенца, я снимаю вот это средство с лица. И весь остаток уходовых средств утром, которые остались на лице, снимаются прекрасно вот именно влажным полотенчиком. Вначале теплой водой, потом прям холодной такой, ледяной. И далее уже у меня стоит небольшой крем в туалетной комнате под глаза. И поскольку дальше я уже прямиком бегу на кухню, готовить завтрак, у меня, естественно, нет времени стоять долго у туалетного своего столика где-то и наносить уход утренний и так далее. Что я делаю? Я использую в качестве утреннего основного ухода натуральную косметику, которую, кстати говоря, я вам показывала в своем видео о том, что я обнаружила по срокам годности, да, использовать до конца 2018 года, что действительно все это нужно использовать. Но косметика мне очень нравится, вы знаете, это ВИК косметика, натуральная из Новосибирска. И вот этими средствами я пользуюсь каждый день. Утром они у меня стоят все в холодильнике. Ну, в общем, средства я сами вам показывала, сыворотки, кремы. То есть в процессе готовки, в процессе сбора каких-то вещей я бегаю все равно к холодильнику периодически. Поэтому я просто наношу этот крем и обратно туда ставлю. Кому некогда, если вы мама, вечно бегающая утром, собирающая всех, поместите ваш крем в холодильник либо на кухню куда-то в шкафчик, где вы будете точно им пользоваться утром. Вот такая у меня находка. Я буду выносить вещи из дома. Вам спасибо большое, что вы были со мной. И я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok